Девушки отдыхают Батюшка, дорога-то сюда и с храма, вы иди сюда А домой-то ты успеешь, что никуда не денешься Батюшка, Бог бы еще по службе не прошло Нам разворачивается этот угол, как свое ищет Подойди поближе Про этот праздник говорено уже неоднократно Чтобы знали Он для счета поставлен двунадесятым Никакого основания для этого нет Совершенно никакого На пустом месте Но говорится о воскресении Христом О его жертве, о Голгопии И евангельское чтение об этом говорят Повторяю В первой апостольской церкви Кроме Пасхи Пасха это вообще как иудейская перешла Так и один праздник был Один, крещение И совмещенное с Рождеством Больше ничего не было А потом возникло монашество И вот стали подгонять под разные цифры Двенадцать Воздвижение Какой же это праздник Это что Праздник Профессиональный день археологов Так можно назвать Царица Елена Составила экспедицию Не сама накопала А дальше уже что написано Там крест клали Там кто-то воскресал Это все, говорится Вилами по воде написано Никакого доказательства этому нет Это и так, говорит То есть подтолкнуть к большему размышлению О таинстве смерти Христа Вот тут и размышляем Ну двунадесятый Приравнивать его к Рождеству Двунадесятый То есть они Нет, двунадесятый один большой Другой маленький Нет, одинаковые все Там меньше это покров А потом вообще никакой Оказывается в этот день То ничего вообще не было Открытие храма Который построили А к нему прислонили теперь То, что найден крест якобы был Вообще никакого отношения К крестовозвижению Этот день не имеет Для меня день этот Очень знаменитый В 1962 году 27 сентября То есть сегодня В 17.00 Я принес покаяние перед Богом Мне в руки дали Новый Завет Евангелия Я считал Начало моей жизни Бог зажег во мне свет Рождение свыше Я это все испытал Перемена жизни Полностью Вся Вот вчера я такой был Я встал не вчера На молитву становился И встал Но молитва была не более Десяти минут Это максимальная Нас было трое Еремеев Михаил Александрович Еремеева Анна Матвеевна У них детей не было Это Латвийская ССР тогда называлась Город Вен Спус на Венте Пилс это город А Вента это река Город Венты Улица Карла Розенберга 18 квартира 4 Я там был Там какой-то Зубоврачебный Не кабинет А что-то там Какая-то ассоциация И там молились мы Я был Виктор Николаевич И Николай Павлович Кручина И я там много плакал Молился Все вспоминал И подарить хотел Книги А кого нигде никого нет Тогда тем Которые хозяю на том месте Я им решил Расспросил о смерти Михаила Анны Этот день Для меня он памятный Для тебя Он тоже имеет значение Те искры Которые пошли от меня Они коснулись и вас У других Допустим Обратился человек Я не обратился Ну ходит в церковь И ходит И на этом все Здесь было по-другому Я был на корабле Я не просто В Потеряевке Услышал где-то На корабле Караван кораблей Караван К утру Весь караван кораблей Знал Что старший матрос Славкин Игнатий Тихонович Учащийся Высшем мореходном Училище Сошел с ума У меня прекрасные Характеристики Член судового комитета Все Это у меня в книге Для слова божия Не от вас помещено Характеристика Сразу другая Авторитетом не пользуется Почему Сразу же вызвали Как ты думаешь жить У меня блестящие успехи Добиваюсь разрешения Сдать три курса За один год По выбору комиссии Сдать на все предметы На английском Немецком Или французском языке Я много занимался Государство Наше Имеет границы Но эти границы Все время Пунктиром Ставятся в других местах Корабль Это страна Меня полиция Не имеет права Арестовать Ни в Америке Нигде Если я нахожусь На корабле Меня даже И смести на пирс Пирс Это Ну где Человек ходит Пешком уже Выходит из корабля Главное Вернуться на корабль Если они досматривают То досматривают Досматривать они могут Арестовать При нарушении Что-то там могут Это И в посольство Иногда заходит Для меня Это день Для греха Роковой был Для меня День радости Весь караван кораблей Капитан Задорнов был Оповестили Оповестили Об этом Я Вот Борт Который На корабле Он не с плешняком А у него внизу Большие Такие Как льялы Щели Чтобы волна Если ударила Она могла вытечь Вода Иначе он опрокинется Это не ванна Ванна Представьте Это корабль Большая ванна И внизу Такие щели Прорезанные Вот такие вот Ну там они Поменьше Чтоб человека Туда не вынесло Я только Перешагнул А это Катерок Такой Лоцманский Ну у нас Свой прибрежный Катерок Привозят Отвозят на берег Мы на рейде Мы на рейде стояли Катерок Вот этот день Для меня вопрос Не стоял Это была Крестово Крестово-Звиженская община Крестово-Звиженска Узнали спустя А это Подниматель Непомилованы Ну а рассчитываться Нечем Ну и тогда были У меня очень хорошие отношения С прокурором края Генерал-лейтенант Параскул Юрий Педорович И очень хорошие отношения С мэром города Баварином Владимиром Николаевичем Что значит хороший Он входил в десятку Лучших мэров России Это о многом говорит Ну и там Преподаватель Юридического Там Какой-то академии Тэн Корея есть или кто И они как-то собрались А я ходатайствую И все отказывают Пять лет идет суд Назначают Отменяют И наконец Нашлась какая-то Амелина Мне в Москве Мы помогли ее найти Амелина Вот кто услышит Этот разговор И она Сказала Пересуд Все неправильно Потому что Судит Краевой суд За Краевым судом Только суд Российской Федерации За ним суд Советского Союза Уже А у каждого суда Есть президиум Суда Я везде в президиум Они утверждают Что ничего не положено И Верховный Суд СССР Утверждает Что Не положено Ничего Ну а то Виновен был И площадь Я какая-то Амелина Написала Неправильно И президиум Верховного суда СССР Отменяет Все решения И говорит Напересуд Я пошел К председателю Краевого суда Пашко Виктор Иванович Генерал-майор Я говорю А это часто отменяют Он говорит Единственный случай По гражданскому делу По гражданскому делу Если утвердил Верховный суд Вопрос закрытый Это отменять Могут Только там Какие-то Ну Убийства Несколько убийств Было Коллективно То есть Смертный приговор Кому-то А там еще А по гражданскому Я отработал Не встречал Такого Отменили Начали судить И суд В мою пользу Пошел Назначают Председателя Районного суда Лира Лир Лир Со мной Ходят И везде Они узнали Какой 505 Кажется Приказ Который Говорил Как я Оформлял Как была Музыка Сколько Это стоит И где-то Кто-то Понял Что сумма Огромная 11 миллиардов 11 миллиардов Они стали Уничтожать Этот приказ Я вижу Корешок 504 507 506 505 Приказа Нигде нет В Новосибирск В Новосибирске Говорят Ничего Кроме Корешка Нету Это целая акция Была Общесоюзная В Кемеров Заказали И там Этого приказа Нет По которому Насчисляется За один час Оформление Пленок Пленки И нигде Ничего не нашли Ну и суд Решил Одну Двухсотую Часть Мне отдать Одну Двухсотую То есть Если я 200 рублей Выиграл Один только Рубль Мне отдать Но и этого В городской казне Не было Вот эта перестройка Инфляция Нету Но опять Бог делает Какая-то Пшеничникова Или кто Судебный исполнитель Вот я нигде Просто писал Документы Отздавал И больше Ничего не было И она Представила счет Городской администрации А у них бюджетники Учителя Судей Кто получает Она говорит Арестовый У них большая власть Оказывается Арестовый Все счета Ни один не получит Пока с Лапкиным Не рассчитаетесь А там всего Я не знаю Там 50 тысяч Ну вот Двухсотая часть Ну стоимость Легковой машины Такой заголовок Был Лапкин выиграл Жигули Что это за Жигули Это вообще Ерунда И они Тогда Когда Обратился Вот этот Парас Кун Это Прокурор Края И судья Там И Ну Всех Бог собрал И по имуществу Один Слуцкий Который По всему имуществу Барнаула И Тен Вот этот Сыграл Большую роль Кореец Академик Юрист И он говорит Лапкину Руки-ноги Не вставим Что он испытал Ну давайте Это дело Закончим Ну все же Знаете Что несправедливо И тогда сказали Я говорю Нам нужна Недвижимость И недвижимость Это Решили ему Слуцкому сказать Подыщите подходящее Вам какой надо А мы сидим В кабинете Главы администрации Лежедорожного района Он сейчас Вице-мэр города Барнаула Петров Петров Юрий Михайлович Кажется Юрий Михайлович Его звать Да И он говорит Ну а какое вам Помещение надо Ну вот как мой кабинет А кабинет огромный Такой И приемная Я так и опешил Так с приемной Это там Квадратов Пятьдесят Наверное Я говорю С приемной вместе Ну да Он еще не поймет Что я перед ним В комнате Молились там Маленькие Совсем Я говорю Согласен Согласен И они тогда дали Указание найти Они подыскали Один прямо Напротив Краевого суда Где меня судили Ну и повезли Походят Если вам кому не интересно Можете пойти Но понимаете Это акт был Настоящий И они мне привезли Вот это здание Это где мы молимся Улица Ползунова 6 Я в окно заглянул Закрыто И это я говорю Все здание Он говорит Ну да А это Там второе здание Стоит Я говорю А это Ну и оно тоже туда В котором живу я теперь Это где молимся Я скорее в машину Залез Я говорю Согласен А наши говорят Не надо было соглашаться Надо поломаться Было Я говорю Еще чего Чего бы я ломался Я рад Они это видели Искренне рад Они сразу написали Баварину Лапкин вполне Удовлетворен Он говорит Оформлять документы Притом документы Это дорого Все бесплатно Баварин взял на себя Я не побоюсь сказать Господи Упокой его Он разбился Он многое сделал Потом дважды приезжал Мы фотографировались Все Вопрос был закончен Огромная статья была В Алтайской правде В губернской газете Лапкин предпочел Храм недвижимости В книге можете просчитать И вот здесь Напротив суда Я сказал Почему решение Суд это еще не определено А уже напротив тюрьмы Магазин да сгорел Пропал А здесь не сгорел А у них тут Было Афганцы Которые в Афгане воевали И у них тут Они ворота поставили Железные Решетки Только что отремонтировали И вдруг И ставят Большую роль Сыграл помощник Советник Советник Баварина Овчинников Владимир Петрович Очень хороший Селовек Он меня познакомил С Бавариной Мы туда поехали Фотографируются Для газеты И Баварин вот так Мэр Вывернулся Я на заднем сидении Сижу На его машине Представьте Я еду На машине Мэра города Он Это вы в моем городе живете Да вы легенда живая О вас в аналах города Будет написано Да почему же мне раньше Не сказали Представьте Тут Такие слова Все это фотографируется Фотографии Лучшего фотографа Волобуева взяли С собой сразу Эти снимки Висят у нас В коридоре Некоторые снимки Помещены в моих книгах Открытым оком И Баварин Когда приехал Все осмотрел Вы довольны Я говорю Очень И когда мы только Месяц не прошел Отремонтировали Он пришел Подивился Как много сделали Он голубятник Там проволока Ребенок наткнулся Убери ее Прям ударился за нее Ничего себе Убери ее совсем Ужас какой Варлам На уровне головы Ткнулся Привыкли вешать Вот она висит Нашли тоже мне игрушку И вот таким образом Крестово-Зиженская община Обзавелась зданием Когда Там Судебный пристав На этой стороне Мэр города Прокурор краев Краевой судья Где суды были Всех Бог одновременно Расположил Вот говорят У вас еще не будет С детским лагерем Теперь по домам Напрасно Вы покупаете Дома Это вчерашний день Сегодняшний уже другой Уже дома приобретены Уже идет Во всю ремонт Уже заканчиваем Потеряевку Когда основывали Об основании Потеряевки Депутаты Все проголосовали Местная сессия Батюшка рассказывает А к осени все повернулось Все проголосовали За Почему Побывали в Москве Батюшка в белом доме Был до его сожжения Обстановка меняется И поэтому ставить крест Никогда не надо Бог И поэтому кресту его Я не просто поклоняюсь А вставать неохотно Мы на Голгофе Зайдем на Голгофу Мой брат Посмотрим Как нашей греховности Яд Тяжелых страданий Христа Истомил Как дорого нам Он спасение купил Пойдем перед ним Это такое есть Поется у баптистов Гимн Очень хороший Старайтесь его достать И послушать Как он поется Поэтому сегодня Говорить о воздвижении Которое было Там Макарий Патриар Это все знают То что я говорю Это касается лично нас Если бы я тогда не обратился Неизвестно где бы ты был Если бы я тогда не обратился Неизвестно где твоя мать была За нее тут столько Она красивая Валентина наша была За нее столько сватов было Не было бы это А было бы что-то другое Другой и вас бы От племянников этих Не было А она Не особенно так и держалась У нее были такие заскоки Более верующая За ней сестра Которая была Ирина Тихоновна А вот теперь Бог сделал так Она верующая Крепко держится И муж верующий И дети Все верующие Видите как Если бы я не обратился Я бы никуда не поехал Я бы в церковь не пришел Жену не встретил Понимаете Что за этим пошло Почему я не молчал Свидетельствовал И люди Которые обратились Не Анила Александровна Не приехала бы сюда Почему Потерявка Тебя просто не было бы По порядку Да и тебя не было Потому что племянник Мой Вот он Андрей стоит Валентин Сын второй Его бы такого не было Понимаете Куда я не гляну Везде благодать Божия Радость Люди Которые этого не знают Они не верят А я гляжу на этого отпрыска Смотрю на Назария И думаю Господи И все это 27 сентября Что ты там сделал Я сразу домой поехал Навигационное Это когда На корабле работаешь Воскресенье Ты там И тебе к отпуску Причисляют выходные дни Потому что ты же Без выходных там работаешь И получается Больше месяца в отпуск Я приехал Батюшки нашего не было бы Он приехал На корабле у меня побывал Не было бы И всего остального Поэтому Сегодняшний день День благодарения Я хочу проехать Сегодня по местам Где наше детство было Сегодня не рабочий день Для нас Рабочие Вот Для них Они молочники сегодня Людей-то мало Они уехали в город Вторник Каждый вторник Они продают сливки Там ездят Вот Что за этим днем стоит Ровно 54 года назад Бог меня остановил А мне уже было 23 года 23 года Потерянные От родителей От родителей знали Что Бог есть Есть грех Есть ад А что рай Я твердо знал Меня никто не мог обмануть Я знал Что ад Это для меня Рай Это для святых А что за меня Христос умер И что на небе Был совет И Бог сказал Кого послать И Сын Божий Вышел И принял плод Через Деву Марию И умер за меня Этого мне никто не сказал А распятие было Пасху справляли Посты все соблюдали Старобрядцы Кержаки Крепко держались мы Этого Приучали людей Нас к добру К милостыне Это все было Не воровать Не материться Это у нас не было Особенно женщин Бояться Чтобы не было Греха какого Вот А Христа не знали Но я знал Что кроме того Я грешник из грешников И поэтому Вот И там Я вижу Из того Книжник Наученный Царству Божию Выносит и старое И новое Вот тогда Бог давал мне Желание Трудиться Вот это И оно все Перенеслось сюда И когда молодым Сейчас говорю А они Пять раз уже Говорено И Не двигаются Я не могу Это понять Это не рождение Свыше Рождение Свыше Это новый человек Все творят Все новое Новое У тебя все По другому будет Ты каждую минуту Будешь В молитвенном состоянии Где бы ты ни был Что бы ты ни делал У тебя связь с Богом А как это перед Богом А как это в вечность Я умру Это все останется Это никому не надо Деревня уже исчезала Она может еще исчезнуть И не один раз Города исчезают Варшава заново отстроится А твоя душа одна Какие были вожди Где они Где империи рушились И рухнула империя И Америка рухнет И Китай рухнет Этого не будет Чтоб стояли Это все придет Впрочем Близо к всему конец 1 Петра 4.7 На события дня Я везде ставлю это эпиграфом И будет одно Как Бог назначил Все над всем будет Иерусалим и Израиль Израиль Вот тут размежевание будет И чипы И все Антихрист на 3,5 года И поэтому мы Сегодня придя Поклоняемся Христу И в этом Склоненном состоянии Мы славим Бога Говорят А как Китай верит У них какой Бог У них Бога никакого нет Вообще никакого Язычники сами Дракона носят Бумажного сделают Змей там Несут Это для них дракон Ну как Поднебесные Называются Поэтому Открыто поприще Свидетельство Сегодня Момент Задуматься И восславить Бога Вот такое Мое Коротенькое слово Спаси Христос Слава Иисусу Христу